Всем привет, с вами Джон Кобра, и в сегодняшнем ролике мы будем грабить банк в игре под названием Rob the Bank OB. Конечно же, перед просмотром этого ролика обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал. Также присоединяйся к нашему Discord серверу, ссылочка на него будет в описании под этим роликом. Ну что, не будем тянуть время? Начинаем! Мы заспалнились на карте, и здесь мы видим какой-то грузовичок, который везет здесь в мешочке с деньгами. Видно, кто-то уже этот банк начал грабить, но видно у него что-то не получилось, либо как-то так оно все и случилось, и работало. Я здесь вижу огромный банк, и вот этот чел нам говорит, что мы должны будем пройти через крышу. Хм, вижу, что там двери закрыты, значит нам придется где-то найти обход. Мы нашли здесь какой-то подъем, это вроде бы труба, либо канат, я не знаю что это. Но больше выходит на какой-то канат, знаете. И этот канат находился вот с этой стороны от вот этого банка. И сейчас нам здесь надо будет пройти паркур, чтобы, так скажем, подняться уже на саму крышу. Но паркур здесь, кстати, не такой-то и сложный, и мы его проходим. И нам, видно, надо попасть вот в это место. Именно там вентиляция. Правда, она защищена колючей проволокой, но это уже другой вопрос. Так, здесь мы видим, что здесь разлита вода. И поскольку она находится вплотную с забором электрическим, то если до нее дотронешься, умрешь, дам. И это жалко, это жалко. Хотя, знаете, такая защита. Защита против взломщиков, защита против воров, бандитов. Но ничего, мы сможем справиться с этой миссией. Нам говорят лезть вверх, так что давайте полезем. Там, кстати, анимации здесь наши нету, и идем мы здесь довольно странно. Да, странно, но интересно. Даже очень. Вот мы вот так вот идем. Нас, конечно, выглядит все очень-очень интересно, но все же. Так, теперь, 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 исходя из логики, нам надо будет лезть сюда. И по этому канату пройти сюда. Хм, я себе вижу, что есть еще вот эти вот, так скажем, вентиляторы. Но мне кажется, они нам не помогут. И это, знаете, это печально, это печально. Давайте залазим сюда, на этот верх. И здесь нам надо будет каким-то образом запрыгнуть. Я не знаю, правда, каким образом, но каким-то образом нам придется сюда запрыгнуть. И не упасть. У нас удалось, так скажем, запрыгнуть на этот канат и пройтись по нему. И теперь мы должны выбрать правильный путь. Я здесь вижу, что находится вентилятор. И, значит, к вентилятору нам прыгать нельзя. Нам здесь надо найти правильный проход. Вот, эм, не знаю, даже давайте попробуем какой-нибудь этот. Давайте вот так вот посмотрим от второго лица. Нет, там вентилятор. И здесь у нас водичка, да. Да, давайте сюда прыгнем. И здесь мы попадаем в какой-то лабиринт, где мы должны выжить. Ой, здесь пройти. А, нет, у нас прийти получилось. Это было, знаете, не сложно, не сложно. Но здесь дальше идет тоже что-то интересное. Здесь нам надо пропрыгать мимо каких-то красных штук. Я даже не знаю, что это. Может быть, это какая-то грязь. Может, это лазеры. Но, знаете, выглядит это довольно странно. Так, мы берем чекпоинт. И здесь мы должны будем пройти по... Вау. Вау, мы можем прыгать через потолок. Вот это поворот. Вот это поворот. Ладно. Это, конечно, интересно сделано. Здесь нам надо переплыгнуть через какую-то ржавчину. Там видно ржавчину настолько ржавая, что если ты к ней докоснешься, то умрешь. Да. А здесь еще какая-то жижа странная. Конечно же, если бы у нас здесь была наша анимация, мы бы, возможно, бы и смогли бы это все пройти. Но, к сожалению, нашей анимации здесь нет. И разработчики об этом подумали. Так, мы прошли этот довольно сложный уровень. И сейчас мы идем через вот эту вот вентиляцию, через эту трубу к следующему уровню. Вау. Это что-то жесткое. Это что-то жесткое. И нам надо будет, мне кажется, приложить очень-очень много сил и усилий, чтобы пройти это. Потому что... Я даже не знаю, как это пройти. Боже мой. Вылезается все очень опасненько. Надеюсь, что у нас в первой попытке получится пройти. О, да. У нас получилось пройти с первой попытки. Знаете, я вас, честно говоря, испугался, когда увидел этот уровень. Думаю, что мы его не пройдем. А нет, а нет. Уровень пройти мы смогли. И это хорошо, и это круто. И теперь здесь нам надо пройти мимо каких-то двух вращающихся. Я даже не знаю, что это. Я не знаю, как это назвать. Ну, короче, нам надо аккуратненько просто пройти над пропастью. И случайно не упасть. Но знаете, как это обычно бывает, правда падать не надо, а ты все равно случайно упал. Конечно же, надо желательно идти аккуратно. Аккуратно. А то кто знает, кто знает, вдруг ты больше никогда не сможешь это пройти. Да. Хорошо, что здесь у нас не одна жизнь. А то было бы неприятно, если бы на весь паркур была только одна жизнь. Нет. Но это был бы не роблокс. Это уже было бы какой-то слишком реалистичный роблокс. Так. Здесь у нас какой-то еще туннель. Еще вентиляция. Это сколько мы будем в этих вентиляциях ходить? Чем дальше по вентиляции идешь, тем хуже. Вот, честное слово. Главное, чтобы здесь не было лабиринта. Ну, конечно. Здесь еще и лабиринт. А нет, не лабиринт. Это хорошо, это хорошо. И здесь я вижу трубы ржавые. Трубы, которые... Эм... Которые прозрачные. Да, видно, есть хорошие трубы, которые могут выдержать наш вес. А есть плохие трубы, которые не могут выдержать наш вес. Но благодаря этим людям мы смогли это пройти. И теперь здесь нам надо пропрыгать и не дотронуться до лазера. Потому что смотрите, где этот чекпоинт, а где тот. Там. Чекпоинт, конечно же, здесь расположены на большом расстоянии друг от друга. Что, знаете, может быть одновременно и неприятно, и хорошо. Но это, во-первых, кратко реалистичность. И вообще, кстати, этот паркур довольно интересный. Если вы его хотите пройти, то я на него ссылочку оставлю в описании под этим роликом. Так что переходите по этой ссылочке. И можете тоже попытаться ограбить банк в этом режиме. Мы дошли до еще одного чекпоинта. И тут я вижу уже что-то, что-то напоминающее на банк. Мы идем мимо каких-то пил. И мимо каких-то, даже не знаю, что это. Это те самые штуки, от которых мы померли в прошлый раз. Но в этот раз они немного другие. Так. Мы теперь с помощью вентиляции пришли к уже самому сейфу, к самому банку. Ой. Да, к самому сейфу. Хранилищу денег. И тут нам надо пропаркурить. И он говорит, что мы должны собрать деньги. Вау! Сколько денег! Сколько денег! Вау! Мы собрали деньги. И тут у нас этот человек говорит, что мы должны убежать отсюда. А где банк? Почему здесь кустики? Ладно, допустим, это банк. И здесь какая-то машинка. Мы на нее нажимаем. И вау! Вы посмотрите на эту машину. Вот это я понимаю. Злодейская машина. Посмотрите, какой двигатель. Вообще не самый видный банк грабили в каких-то в 80-х годах. И давайте сядем за нее руль. Вау! Прикольно! Вот эта машиночка. Вот эта машина, конечно же. Сейчас мы должны будем ехать. То есть, ехать, да. Самое главное не упасть. Потому что упасть здесь, мне кажется, легче легкого. Кстати, вон там наш подписчик тоже едет. И мы вместе с ним сейчас пройдем это. Давайте просто едем сюда. И здесь я вижу уже конец. Давайте припаркуем наш автомобиль. Давайте припаркуем его где-нибудь здесь. Вот так вот. И сейчас посмотрим, что же здесь есть. Кстати, а здесь, когда мы прыгаем, нас почему-то иногда, так скажем, телепортируется. Либо как? Ну и мы вот так прыгаем, и нас откидывает. Ладно. Это, конечно, странно все. И здесь, знаете, запрещение этого режима дают ачивочку. Кстати, эта девочка довольно сложно получить. Ну, понятное дело, поскольку это какие-то песчаные идионы, я даже не знаю, что это здесь. Вот эти вот, так скажем, стэндики как-то... Даже не знаю. Немного сделано странно. И здесь мы можем подняться в небо. И вроде бы эти, так скажем, наши... наши линии, которые мы построили, не удаляются. Так что слишком злоупотреблять имени стат. Я вижу, что там много всего интересного еще есть. Давайте посмотрим, что же тут есть. Так. Ладно, мы бы делали вот здесь вот такую линию. И теперь мы здесь можем взять рояль. Мы можем взять кубик. ничего не взять. И взять летающую тарелку. Давайте поставим рояль. И поиграем на ней. Что же произойдет? Вау, рояль загорелась. Вау, вот это мы пианисты. А, вау, мы вызвали дождь. Из каких-то роялей. Они взрываются. И взрываются. Ладно. Давайте мы возьмем этот кубик. И посмотрим, что же он делает. Мы кидаем кубик и... Ничего не происходит. Ну и ладно. Так, еще у нас здесь есть какое-то НЛО. Смотрите, мы его запустили. И оно такое полетело, полетело, полетело. Вау. Эй, ты куда далеко? А, вау, посмотрите. Это НЛО стало настоящим. Вау. Вот это да. Мы же можем сейчас полететь и спасти людей. Вау, а мы даже еще можем людей вот так, так скажем, ловить. Прикольненько, прикольненько, прикольненько. Вот это реально интересно. Да. Я, кстати, давно не видел, чтобы на НЛО можно было летать. Я просто... Я скажу вам по правде, скажу вам честно, я никогда даже не пытался попробовать ими управлять. Но, знаете, выглядит это все довольно интересно. Смотрите, я там вижу уже сам первый банк. И мы сейчас можем полететь туда и кого-нибудь спасти. Ммм, интересно, получится ли что-нибудь. Давайте попробуем, какого-нибудь чела спасти. Нет. Это будет читерно, читерно, читерно. Слишком. Давайте взлетим здесь и пролетим прямо вот сюда. Я хотел бы, знаете, попробовать поймать какого-нибудь человека. Вот здесь они идут и мы сейчас, так скажем, поймаем их. Поймаем человека. Так, попробуем его захватить. Эй, что-то не получается у нас. Давайте здесь вот этого попробуем. Я вижу, что он здесь ходит, что-то делает. Сейчас мы его попробуем с помощью луча смерти поймать. И что-то наш луч смерти не работает. Я не знаю, почему. Но он у нас что-то не работает. Ладно. Ладно. Не суть, не суть, короче. Работает, не работает. И главное, что есть. Вы со мной согласитесь, да. Но она ложка выглядит, конечно, и интересно, и прикольно. Давайте спрыгнем с нее и можем теперь поиграть на рояле. Вот просто такая вот ложка стоит и дождь из роялек. Вау! Прикольно это, конечно, выглядит, конечно же. И если ты досмотрел этот ролик до конца, то обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал. Также присоединяйся к нашему Дискорд серверу. Ссылочка на него будет в описании под этим роликом. С вами был Джон Кобра. Всем до скорой встречи!